Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. И сегодня в новом выпуске железного рынка я собрал самые удачные материнские платы для любого восьмиядерного процессора Ryzen, включая самые свежие Ryzen 7 3700X. Так что сегодня мы рассмотрим как более простые материнские платы на B450 чипсете, так и самые топовые, которых хватит под любую ряженку. Ну а перед тем как перейти к обзору рынка материнских плат, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Ну что ж, давайте сначала быстро разберемся, почему для восьмиядерных камней нужна хорошая материнская плата. Все очень просто, из-за большего количества ядер растет отпотребление электроэнергии, а материнская плата должна уметь хорошо запитывать наш процессор. Поэтому основным критерием при выборе материнской платы для Ryzen 7 должен быть именно питальник. Но я подобрал самые лучшие платы не только по питальнику, но и по качеству. Чтобы вам не пришлось переплачивать за более красивое название. Поэтому давайте начнем. И первой платой, которая, на мой взгляд, является самой базовой для Ryzen 7 3700X, является MSI B450M Mortar Max. Четыре качественные фазы в целом смогут запитать любой восьмиядерник. А цена в 6999 рублей делает ее очень даже выгодным приобретением. Однако эта плата все равно остается самой базовой для топовых райзенов, и ни о каком разгоне восьмиядерников на ней не стоит даже задумываться. Кстати, сегодня я, как всегда, выстроил топ материнских плат от самых простых до самых топовых. Поэтому мы сейчас плавно будем переходить к более мощным материнкам, чтобы вам легче было сориентироваться по цене. И следующая плата, которую я мог бы посоветовать к покупке, является прямым конкурентом Mortar от MSI. Это Gigabyte B450 Gaming X, которая дороже всего на 100 рублей. Эта материнка имеет уже полный размер ATX и такой же питальный. Так что похвалить ее можно только за форумфактор и неплохое охлаждение VRM. По сути, это тот же Aorus, только без этого красивого слова. Что значительно удешевляет эту плату и делает ее привлекательной к покупке. А четыре фазы питания также спокойно вывезут любой восьмиядерник. Правда, о разгоне все же придется забыть. Хотя в целом смысла гнать Ryzen 7 3700X особо нету. А очень опытный оверклокер сможет и из этих материнок выжать достаточно неплохую производительность с легким разгоном. Ну а следующая материнка явно выходит за грани адекватных цен. Это Asus TUF B450 Pro Gaming. За которую придется заплатить целых 10 599 рублей. Все, что нужно знать про эту материнку, это то, что в ней стоят те же 4 плюс 2 фазы, но с удвоенным количеством силовых элементов. Ну и ее ключевой фишкой является 6 дискретных управляющих драйверов, что вместе с хорошими фазами дает достаточно неплохой питальник. Но все же эта мать является средним сегментом. И несмотря на наличие фишек от Asus, я бы спокойно ее рекомендовал только тем, у кого не хватает совсем немного денег на X570 чипсет. А вы обязательно напишите в комментариях, сколько денег вы готовы отдать за материнскую плату для восьмиядерного процессора. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение, чтобы в будущем делать сборки ПК еще лучше. И как видите, абсолютно у всех этих плат одинаковое количество фаз питания. Различия лишь в исполнении и охлаждении. И если вы собираетесь разгонять восьмиядерник, то вам надо задуматься о покупке более дорогих решений, к которым мы сейчас и перейдем. Рассматривать X470 чипсет я не стал, из-за его нехватки на рынке. Так что сразу перейдем к X570. Здесь сразу стоит отметить самую народную материнку MSI X570A Pro, которую сейчас можно найти всего за 12 599 рублей. За эти деньги мы получим не такой крутой охлад цепи питания, как у той же Asus TUF на B450 чипсете. Но в то же время мы получим топовый чипсет и уже 8 плюс 4 фазы. А еще чутка переплатив, можно присмотреться к плате Gigabyte X570 Gaming X. С таким же количеством фаз и более весомым охлаждением. По сути это и есть B450 Gaming X, но на топовом чипсете и с чуть более сильным питальником. Переплачивать еще больше денег за Gigabyte смысла нету, так как все платы почти идентичны в плане питальника. Ну а эти две платы на X570 чипсете уже позволят вам свободно заняться разгоном 8-ми ядерников. И переплачивать пару тысяч рублей за другие платы на этом же чипсете я бы вам не советовал. Только если у вас сильно большой бюджет. Так как большинство более дорогих топовых материнок далеко выходят за рамки адекватной цены. Конечно же кроме последней нашей платы. И это та материнская плата, которая полностью стоит своих денег. И спокойно вывезет любой 8-ми ядерник. Да и в целом это одна из лучших материнских плат под Ryzen. Обычно я советую ее покупать только тем, у кого действительно очень большой бюджет. Это Asus ROG Strix X570F Gaming. Которая стоит сумасшедшие 22 599 рублей. Питание процессора здесь организовано по схеме 12 плюс 4 фазы. На топовых мосфетах International Rectifier. Этого питальника с головой вам хватит под любой процессор Ryzen. Включая 8-ми ядерники и Ryzen 7 3700X. Ну а стильный внешний вид идеально впишется в игровой ПК. Правда отдать за такую мать придется стоимость процессора. Но с ней вы можете спокойно ставить любые Ryzen и не думать о фазах питания вообще. Не забудьте написать в комментариях сколько бы вы денег отдали за мать под 8-ми ядерник. Также хочу напомнить, что вы можете задать мне любой вопрос про компьютеры в комментариях. Или в сообщениях моей группы в ВК. А если вы хотите поиграть или пообщаться, то смело залетайте в мой дискорд канал. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok